Тихий и уютный городок Полярные Зори. Здесь заботятся о жителях, об охране окружающей среды. Кажется, что дома аккуратно вставили на полянки в промежутке между деревьями. Кольская АЭС уместилась на полуостровке на берегу озера Иммудра. Из труб АЭС не видно дымов, а в отводящем канале выращивают форель. Неудивительно, что жители города положительно относятся к атомной станции и считают, что за ней будущее. Однако за это благополучие заплачено дорогой ценой. Любая атомная станция производит очень опасное для всего живого отработавшее ядерное топливо, а также радиоактивные отходы. Вы знаете, куда поступает отработавшее ядерное топливо с Кольской атомной станцией? Не имею понятия. Мы здесь являемся потребителями электрической энергии. От отходов наших страдают в Челябинской области. Граждане должны моральную ответственность нести за это. Вообще-то она должна быть. Ну так это не в наших ведь силах. У нас ведь правительство есть. Пусть надумает правительство. Вот. А что мы сделаем? Мы ничего не сделаем. Вы знаете, я ничего этого не знаю, куда свозится ядерное топливо. И я думаю, без атомной энергетики все равно нам не прожить. И как бы там ни было, будущее только за атомной энергетики. А насчет ядерных отходов, это не наше умоотдело. Может быть, сотрудник Кольской АЭС знает лучше ситуацию? Насколько я знаю, производственное объединение «Маяк» занимается переработкой этого топлива. Мы здесь выступаем как потребители энергии, а отходы свозятся в тот регион. И там сложилась не очень хорошая экологическая обстановка. Сложный вопрос. На самом деле, у меня нет информации о том, что именно послужило причиной экологического неблагополучия в том регионе. И сильно сомневаюсь, что именно отходы производственного сэклатанных станций. Мы должны как-то, жители Мурманской области, какую-то ответственность моральную нести за то, что там происходит? Думаю, что нет. С конца 70-х годов на «Маяке» стали перерабатывать отработавшее ядерное топливо с реакторов ВВР-440, стоящих на Кольской АЭС. В дальнейшем из продуктов переработки получают свежее топливо для реакторов РБМК-1000, стоящих на Ленинградской атомной станции. Нельзя допустить такой ситуации, чтобы люди на Северо-Западе, на Кольской АЭС, Мурманске, Ленинградской, я не знаю, все эти зоны думали, ага, отправили топливо на переработку, все, с глаз долой, из сердца вон, мы ни за что не ответственны и так далее. Они ответственны, потому что «Маяк» — это жуткое экологически грязное производство. Это, может быть, одно из самых экологически грязных производств. История радиационных аварий в бывшем Советском Союзе берет свое начало в Челябинской области на плутониевом комбинате номер 817, известном сегодня как производственное объединение «Маяк». Здесь, в середине 40-х годов XX века, впервые были построены ядерный реактор и радиохимический завод. Именно здесь, на южном берегу озера Кызулташ, в обстановке тотальной секретности, в лихорадочной спешке, сжигая персонал, создавали первую советскую атомную бомбу. Радиоактивные отходы тогда сливали прямо в речку Течи. Я родилась и выросла в селе Муслюмова. У нас в семье было семеро детей. Отец у нас был одним из первых милиционеров, который охранял эту реку. И в возрасте 44-х лет он уже умер от острого лейкоза. Я практически его не помню. Из семерых детей все семеро имеют различные заболевания, связанные с воздействием радиации, официально установленные. Руководители предприятия понимали, что любые аварии придется устранять в условиях повышенной радиации и молча примирились с мыслью о возможных жертвах. По сути, эти жертвы были запланированы. Высокая аварийность на ядерных объектах в этот период была обусловлена не столько сложностью и новизной задач, сколько авральными методами работы, чрезмерным режимом секретности и заниженной ценностью человеческой жизни. Промышленное оборудование было важнее здоровья и жизни персонала. А об опасном воздействии ядерных объектов на природную среду и местное население вовсе не думали. Аварийные ситуации ликвидировались большим количеством людей вручную, без элементарных средств защиты. У нас не было сенокосов, и отец, как бы, сенокос у него был только на реке Теча. И мы ходили чуть ли не по колено, скашивали сено и возили себе домой это сено. И у нас есть санэпидемстанция, отдел, радиационный отдел. И вот они приходили, у нас мерили сено и говорили, так, папаша, это сено нельзя кормить животных, потому что в молоке у тебя очень много радиации. Отец, как бы, хоть и грамотный был человек, но не понимал, что вот у нас 11 детей, и он всех просто принудительно заражал радиацией. Я заболел хронической лучевой болезнью, у меня есть удостоверение. Двое сестренок, вот жена у меня хроническая лучевая больная. 29 сентября 1957 года взорвалась емкость с жидкими радиоактивными отходами, содержавшая 20 миллионов пюрей радиоактивности. За 10 часов радиоактивное облако накрыло Челябинскую, Свердловскую, Тюменскую области и охватило территорию 23 тысячи квадратных километров. Теперь это называют Восточно-Уральским радиоактивным следом или Кыштымской катастрофой. К ликвидации последствий аварии привлекались солдаты-срочники и даже школьники. Установленные нормы облучения не соблюдались и были значительно превышены. Многие ликвидаторы получили смертельные дозы облучения более 100 рентген. Кыштымская катастрофа – вторая по масштабам последствий после Чернобыля. После аварии от реки Тича было отселено 248 деревень. Общее число официально зарегистрированных пострадавших – более 500 тысяч человек, без учета военнослужащих строительных батальонов. Мы стоим на месте, где закопана деревня. И вот отсюда, начиная, до самой реки была выкопана огромная траншея, и бульдозерами столкали все хозпостройки, дома, и здесь вот закопали. Буквально вот на той поляне, там уже другая деревня, Сычева называлась. Вот в селе Башакуль мы нашли на крыше перегной, привезенный из Сметлино. Дед перевез дом, а потом перегной еще оттуда привез и утеплил крышу. 2800 микрорентген в час. И он 50 лет жил под этим домом, как говорится, под этой радиацией. У него детей нет, у сестры детей нет, он слепой дяденька. После Кыштымской катастрофы 1957 года радиоактивные отходы начали сливать в естественное озеро Карачай на территории комбината «Маяк». В 1967 году с отмелевших берегов Карачая сильный ветер поднял смертоносные радиоактивные ил в атмосферу. В результате радионуклидами было заражено около 1800 квадратных километров. Удар вновь пришелся по территории Восточно-Уральского радиоактивного следа и по людям, продолжавшим жить в селах. Это печально знаменитое село Муслюмова. Оно расположено по обоим берегам реки Теча. На 4500 жителей здесь 7 кладбищ. За моей спиной это была мельница купца Злоказова. В 1941 году здесь эвакуировали из Ленинграда завод по изготовлению казеина. И в 1952 году, когда был паводок сильнейший, как раз залповый выброс и плутония оружейного было напрямую в реку. После этого завод закрыли. Рядом находится такое же полуразрушенное здание, где до 90-х годов располагался детский дом. Дети беспрепятственно купались в Тече, ловили и ели рыбу. Детский дом ликвидировали. Воспитанники разъехались по стране. И кто знает, как сложились их судьбы. И здесь самый большой фон радиации у нас в селе. Потому что плотина работала до 1954 года практически. И вся эта радиация оседала здесь. И здесь вот внизу есть до 4500 микрорентген в час. Здесь бабушки всегда пасли гусят. Сидели целый день гусят пасли. То есть она получала снизу годовую дозу практически за сутки. После смерти отца, мы еще маленькие были. И как-то, чтобы нам прожить, у нас мама устроилась на работу. Ее должность называлась наблюдатель водомерного поста Муслюмова. Она отбирала пробы воды, пробы грунта. И мы дети практически. Ну что, большая семья, одна мама. И мы все время были рядом с ней и помогали. Просто босиком в трусиках, в маечках лазили, чистили дно от ила. Водомерный пост надо было содержать в чистоте. И мы ей все это помогали. Вот руками все это выгребали. Образцы надо было хранить. Зимой на улице же вода замерзает. А куда дома? Вот под детскими кроватками просто стояли. А потом раз в месяц приезжали какие-то люди на машинах. Забирали эти пробы. И мы бы так и не знали. Они даже не говорили. Это мы потом выяснили, что это были люди из маяка. Куда-то в лабораторию, видимо, увозили. Люди в Муслюмова болели странными болезнями. Умирали загадочными смертями. Это называли речной болезнью. В 1961 году берега реки Течи огордили колючей проволокой. Людей предупредили, что пользоваться водой из реки нельзя. И скот надо пасти в другом месте. Колючая проволока защищала от реки только для того, чтобы скотина сюда не ходила. Мы дети, естественно, находили лазейки. Тут ходила милиция, речники, как называемые. Мы патрулировали, штрафовали. Ну, что у нас у детей же крючки отходят. Деревянные удочки отбирают. А с перестройки вообще прекратилось всякое патрулирование. И колючая проволока осталась только там, где были огороды. Вообще-то я работал на газопроводе. Был дефектоскопистом, радиографом. Ну, и стал узнавать про радиацию. И у меня в руки попал как бы дозиметр. И когда я приехал в Муслюму и замерил первый раз эту радиацию, я был просто поражен. Начал уже теперь и молоко мерить. Все, тут у меня вообще волосы заширились на голове. Я посмотрел нормативы по молоку. И потом я находил 2000 бакерелей на литр молока. И вижу, что в сотни раз превышает подсезию. Но маяк и сейчас продолжает сбрасывать низкорадиоактивные отходы в реку Тичи. Средние радиоактивные отходы сливают в озеро Карачай. Из которого с подземными водами они мигрируют в Тичицкий каскад. По данным Департамента природных ресурсов по Уральскому региону, только в 2000 году в реку Тичи поступило свыше 250 миллионов кубометров воды, содержащей тысячи кюритрития, стронция и цезия. По оценкам экспертов, концентрация только третья в Тичи около села Муслюмова в 30 раз превышает уровень, начиная с которого власти должны были остановить сбросы. На реке продолжают жить люди, а в пойме до сих пор выпасают скот. Воду не дает, сосед. У нас шаг не дает. Решки идем, идем решки. Вот чисто привез флягу воду. Вот решки. А куда денешься? Голодовать не будешь же? Решки полетимся побольше. А гуси тоже гоняем туда. А скот тоже гоняем туда. А куда, откуда вода брать могут? После войны так не было. А отец погиб. Тоже не так было. Жители села Муслюмова получают унизительные компенсации. Неработающие муслюмовцы, дети, пенсионеры, получают 50 рублей в месяц, работающие – 200 рублей. И этими компенсациями государство, пользуясь нищетой пострадавшей деревни, привязывает людей к радиоактивной земле. Люди, уехавшие из Муслюмова, лишаются компенсации. Как будто здоровье этих людей подорванной радиацией сразу восстановится. И приходишь к мысли, в конце концов, за это же кто-то должен ответить. Но не может быть, чтобы безнаказанно вот это вот все проходило. И поэтому уже какая-то злость, наверное, подталкивает, что за судьбы, за родственников. А сколько друзей и знакомых, которых нет, которые могли бы жить и радоваться. На сегодняшний день никаких сбросов воды, каких-либо отходов в реку Течи не производится. Это, конечно, не Женевское озеро, но вода в этой речке чистая. Вскоре после этого интервью Генеральная прокуратура по Уральскому федеральному округу возбудила уголовное дело против Виталия Садовникова, генерального директора производственного объединения «Маяк». В ходе расследования уголовного дела было установлено, что через тело изношенной плотины и боковые дамбы в открытую гидрографическую сеть ежегодно поступало 10 миллионов кубометров жидких радиоактивных отходов. Это повлекло за собой увеличение радиоактивного фона в реке Течи, загрязнение окружающей среды, угрозу для жизни населения не только Челябинской, но и соседней Курганской области. Эти выводы подтверждены заключением специалистов, а также данными экспертизы, проведенной в одном из отделений Российской Академии Наук. Средства инструментального контроля зафиксировали, что последние четыре года в реке Течи постоянно возрастал радиационный фон. Сейчас во многих местах он более чем в сто раз выше природного. От уголовного наказания генерального директора спасла амнистия к столетию Российской Государственной Думы. Мы болеем часто здесь, головные боли, дети болеют тоже. Очень много раковых заболеваний у многих, как говорится. Врачи говорят, чтобы мы хорошо питались. Мои родители все вымерли, все раком, рак желудка. Одна я осталась и то кое-как хожу. Мать в 82-м году, рак желудка. Сестра ослепла. Тоже большое давление. И желудком она легла в постель. Брат, гной, все тело, кровь. Откуда она такая болезнь? Откуда? В четвертом году похоронила брата. В третьем году, в 93-м году, сестру похоронила. Нету у нас радиации. Нету. Вот так и говорят все. От этого никуда уже не уйдешь. Это все в себе уже. Все в тебе. Все во мне это уже. Я даже, например, в Петербург уеду, я это уже себя не защищу. Все уже. Это филиал Института биофизики. Здесь жители Муслимова обследуют. Но, как правило, не говорят, чем именно они больны. И никуда не отправляют на лечение. Там они как бы измеряют наши дозы. Дают справки. Но на справках написано, что никакой юридической силы эта справка не имеет. И вот люди не могут доказать свое заболевание, что это связано с речкой, связано с радиацией. У нас ведь проблемой становится, там девушке, допустим, замуж выйти или парню. Потому что, когда родственники узнают, что это девушка из Муслимова, очень осторожно к этому относятся. Потому что у нас, вот по нашей улице, вот я просто знаю, буквально через дом, через два у нас у женщин нет детей. Свойство радионуклидов, попавшее в экологический водный объект, такое, что примерно в течение месяца большая часть, процентов 80, наверное, если не больше, уходит в выловые отложения. И если брать некорректно пробы, то есть брать с поверхности воды и сказать, да, вода здесь чистая, пожалуйста, пейте, купайтесь. Ну, то есть я утрирую немного. Но корова зашла в эту речку, встала в эту глину, подняла оттуда ноги, и как подняла вот это вот, то, что выброшено 50 лет назад. Вот вам результат, даже не настоящего загрязнения, то есть это вторичное загрязнение. В 2006 году, под давлением общественных организаций, новое руководство Росатома начало, наконец, программу переселения села Муслимова. То, что вот это вот дело Росатома, начали процесс переселения, это труды многих лет, скажем так, всего экологического движения. Это не только Челябинская область, нас же поддерживали практически все экологи со всей России, даже из-за рубежа у нас сколько помогали. Росатом решил переселить только часть деревни. Другая часть, станция Муслимова, находящаяся в двух километрах и также непригодная для жизни, останется на прежнем месте. Главный аргумент, призванный убедить муслимовцев переселяться на новую территорию, сохранение всех льгот, тем самым, еще раз подтверждая, что они останутся жить на той же загрязненной территории. Самый наш наболевший вопрос такой на сегодня, это все-таки они разработали положение о выкупе жилья. Вот это положение разработала наш только Росатом. Вот и люди возмущаются. Основываться только на положение, не имея под собой закона, невозможно. Хочу выкуплю, хочу не выкуплю. Это ведомство, это ведомство Росатом, это организация, предприятие. Вот он говорит, в связи с финансовым кризисом у нас сегодня нет возможности дальше продолжить. А вот дальше они будут продолжать или не будут продолжать, вот это все никому не ведет, никто не знает. Фундамент глубиной 15 сантиметров и шириной в лопату, деревянные стены толщиной 18 сантиметров, это не совсем соответствует суровому уральскому климату. Все это создает впечатление, что на строительстве пытаются максимально сэкономить. На каждый дом выделяется 1 миллион рублей, но реальная его стоимость как минимум на 200 тысяч рублей меньше. Вроде бы можно жить и радоваться, но место для нового села было выбрано, мягко говоря, странное. Было предписание о том, что там строить нельзя, там радон из-под земли идет в больших количествах, до 200 бакерелей на кубический метр. А я знаю по санитарным нормам, если 100 бакерелей на кубический метр, строить нельзя. А если 200, то это зона обязательного отселения. И на этом месте начинают строить новый квартал Муслюмова. Вот эти дома за моей спиной, они относятся к станции Муслюмова. Они буквально в 150 метрах от реки Теча. Это не переселяется. А вот те дома, которые 90-е годы переселили, их по новой переселяют. И буквально через дорогу будет новый квартал Нового Муслюма, считается. А они на расстоянии уже почти километра от реки у нас. Вообще у меня напрашивается вывод, что новый вот этот поселок – это продолжение ядерного вот этого эксперимента, медицинского эксперимента. Вот, например, детям бы я не посоветовала здесь жить. Остаться? Да, я бы не. Часть жителей Муслюмова не захотели связывать свою жизнь с этим страшным местом и, получив компенсацию, покинули свои дома, которые подлежали разрушению. Вот когда разрушают твой родительский дом, это вот гнездо, это вот... Это у людей просто сердце вынули. Это вообще очень тяжелый процесс был не только у нас, у нас вообще в деревне. Мне кажется, смертность даже увеличилась в те дни, когда начали этот процесс переселения. Во-первых, это все по-хамски было организовано. Чтобы заключить этот договор, через столько унижений пришлось пройти. А Лена говорит, что на второй день свадьбы вот это платье одевала. И ты вот это все бросишь на вагон. А что, Ремля, а куда девать? За твою же собственность, за твой же дом, за то, что ты пережил, и за то, что твое же отнимают. Какими-то справками, бумажками, унизительные очереди. Я говорю, хамское отношение вот этого фонда по содействию переселения. Содействие переселения. Они всячески препятствуют практически этому переселению. Вот мы проезжаем, где стоял дом моей жены. Я здесь женился, моя свадьба здесь проходила. У нас по мусульманским обычаям свадьба проходит у невесты. Я ее здесь выкупал. Сам своими руками, практически своей общественной деятельностью, я уничтожил родовое гнездо село, в котором родились бабушка моя, дедушка, отец, мать. Мог здесь жить прекрасно, на берегу. Мог поставить здесь большой коттедж и с семьей здесь жить. Но, к сожалению... Издавна деревни строили по берегам рек в самых красивых и удобных для жизни местах. Люди веками пасли здесь скот и ловили рыбу. Невозможно жить у реки и не пользоваться ею. Если вы живете около цементного завода, вы каждый день убираете с подоконника цемент. Если вы живете около плутониевого завода, не может быть, чтобы плутония не было в окружающей среде. В связи с существующей технологией и с той цепочкой по переработке АЯД постоянно радиоклиды поступают в окружающую среду в том или ином виде. В водном ли или в аэрозольном. Без аварийной ситуации это все равно происходит. Мы находимся в селе Худоберни, Саргаяшского района Челябинской области, которая находится в подветренной зоне, производственное объединение МАЯК в 5 километрах. До 61-го года здесь всегда было предписание санэпидемстанции о том, что нельзя держать собственных животных, нельзя было держать подсобное хозяйство, огороды, собирать грибы и ягоды. После перестройки здесь все практически разрешено, пшеница растет, все накосят. Вот сейчас у нас есть музей эмбрионов в Медакадемии. Основная масса у этих уродцев именно из этой деревни. Но отработавшее ядерное топливо и сегодня прибывает на МАЯК. И сегодня водоемы Теченского каскада продолжают поступать ради нуклиды. Эти водохранилища содержат миллионы кюрей радиоактивности. На территории МАЯКа также находится озеро Карачаи. Оно используется как хранилище жидких радиоактивных отходов, которые через подземные воды попадают в тот же Теченский каскад. Специалисты предупреждают, что разрушение плотин Теченского каскада может привести к экологической катастрофе, масштабы которой трудно представить. 400 миллионов кубометров радиоактивных вод и донных осадков накроют села ниже по течению реки Теча и попадут в гидрографическую сеть Табол-Иртыш под Северный Ледовитый океан. По оценкам специалистов ПО МАЯК, при разрушении плотины водоема номер 11 радиоактивные воды дойдут до села Маслюмова за 8 часов. Производственное мнение МАЯК и его деятельности, эта деятельность не соответствует действующему законодательству, экологическому, в области обращения с радиоактивными отходами прежде всего. То есть деятельность ПО МАЯК, можно сказать, что она стоит вне правового поля. Здесь мы являемся потребителями энергетики, все живущие на Кольском полуострове, а вот АЯТ свозится туда. На земле все равно должно быть какое-то место, куда свозится. Но так вот выбралось, что там. В экологическом законодательстве и вообще в правовой системе есть такой принцип, который носит название равной экологической безопасности. То есть нельзя решать проблемы одного региона за счет другого региона. Нельзя рассматривать отдельно Кольскую атомную станцию и отдельно производственное мнение МАЯК. Это единый технологический цикл, ядерный топливный цикл. Действительно, проблема переезжает из Кольского региона в регион Челябинский. Везут на МАЯК оторвавшее топливо или сборки из этих самых осадных подводок лодок. Там перерабатывают, радиоактивно сбрасываются в Течу, из Течи в Табул, из Табула в Оби, из Оби, в Северные моря. И потом, с задержкой на 30-40 лет, Норвегия и так далее. И Кольский полуостров получает свои радионуклиды обратно в виде рыбы на столе, которая там будет в треске, в крабах и так далее. С российской точки зрения, с общероссийской точки зрения, с государственной точки зрения, это никакое не решение проблемы. Мы живем в России на одной земле. Нас пытаются разделить, сказать, вот вы белая кость, вот вы производители, а вот про тех забыть навсегда, потому что они скоро уйдут. Мне очень плохо от того, что власть в России ведет себя как оккупант. Я хочу, чтобы вы знали, как плохо в Челябинской области какие безобразно, инженерно-неграмотные технологии здесь используются, и как трудно нам это изменить. Мы живем на этой земле, и другой земли у нас не будет. Соответственно, мы должны охранять ее очень тщательно, и такой подход должен быть комплексным. Ведь нельзя разорвать природу на разные части. И не по своей воле мы стали практически просто заложниками, заложниками вот этой вот политики, ситуации, не знаю, всего. Нас никто не спрашивал. И поэтому, наверное, мы должны как-то объединяться, быть едины в своих мыслях и вот прикладывать, наверное, вот общие усилия. Трагедия 11 сентября в Америке. Весь мир поминает этих погибших, потому что они не были виноваты. Это был теракт. Что случилось в Беслане? Эти дети не были виноваты, и их поминают. И сегодняшнее число, 29 сентября, мы просто обязаны вспомнить тех людей, которых уже нет с нами. И эта трагедия будет длиться еще на долгие годы. За 50 лет деятельности маяка эксперты насчитали 250 аварий, из них 39 только за последние 8 лет. В таких условиях на маяке создавался тот самый ядерный щит. Сегодня маяк представляет собой предприятие ядерного топливного цикла, основу всего военного и гражданского ядерного комплекса России. Существующая реальность показывает, что перемещение суда отработавшего ядерного топлива с атомных электростанций и подводных лодок это перемещение проблем, а не способ их решения. Систематическое истребление народов, опыты над живыми людьми, против их воли мы называем фашизмом, геноцидом и другими страшными словами. Но как назвать то, что на протяжении полувека происходит в Челябинской области? Не слишком ли дорогой ценой куплено энергетическое благополучие, производящих атомную энергию регионов России? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok